Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Человек своими глазами видел, как ангел написал следующие слова на лбу моего гостя. Сила над раком. Сила над проблемами сердцем. Сила для исцеления. И последние шесть лет он являет все это в этом мире. Смотрите. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Это весьма удивительно. Но за более чем 60 лет своего служения доктор Билл Хэммон обучил и наставил более 500 тысяч человек на пророческое служение. Его знают как отца пророчеств. Мудрость и откровение, которые он несет, меняют жизнь. Бог называет это помазанием Иссахара. В это очень трудно поверить, но в один момент своей жизни ты называл себя главным язычником Америки. Но в 16 лет все изменилось. Так что же случилось с тобой? Аминь. Одна женщина из Эклахома-Сити приехала в наш городок, где не было ничего, даже электрики. Она проповедовала три недели. Я спасся, наполнился Духом Святым. Сам-то я родился в семье язычников. Я не знал, что такое Библия. У моего отца была одна религия, которая называлась работа. На ферме, в поле, со скотом. Бог спас меня, наполнил Святым Духом. Я начал говорить на иных языках и прославлять Бога. Ты начал двигаться в чудесах и знамениях. Это само по себе удивительно. Так вот, ангел написал нечто у тебя на лбу. Расскажи об этом. У нас была школа Духа Святого. Мы поклонялись Господу. И тогда я увидел, как у меня на лбу начали проявляться буквы. Бог дал мне силу над проблемами сердца и раком. И когда я размышлял над этим, ко мне подошел брат и сказал, «Я видел, как ангел написал у тебя на лбу «Сила над проблемами сердца и раком». Через месяц ко мне подошла одна женщина. У нее много лет был рак, который то уходил, то возвращался. Я помолился за нее, изгнал беса, и она упала. Я знаю, что даже сейчас, много лет спустя, она полностью свободна от рака. А как насчет того мужчины, которому оставалось жить шесть месяцев, полгода? Да, я пророчествовал над людьми, и когда я говорил над этим братом, то услышал, как Господь сказал, «Я исцеляю от проблем крови. Твое кровообращение придет в норму». Я не знал его. Мы не виделись раньше. Господь сказал, «Я продлю твою жизнь». Он пролежал на полу полтора часа. Ему не могли делать операцию, потому что у него были проблемы с капиллярами. Бог исцелил его полностью. Он до сих пор в служении. Можете найти его. Это было в далеком 1984 году. И он продолжает расти в Боге. Этот человек делает то, что должен, согласно Библии, язычник, должен провоцировать ревность у иудея. Билл, я очень даже завидую. А вы бы хотели, чтобы ангел написал что-то на лбу у вас лично? Но, Билл, у меня есть любимый ангел, ангел всех евреев. Все вы прекрасно знаете, как его зовут. Зовут его Михаил. Послушайте. Так вот, он встречался с Михаилом. Пожалуйста, расскажи нам вкратце об этом. За 68 лет служения у меня было лишь несколько подобных переживаний. Они происходили раз в 7 или 8 лет, а не каждый день. У меня было видение. Иисус вел меня по пути и представил меня этой удивительной личности, которая была одета, как великий воин. Он сказал, «Билл Хэммон — это генерал Михаил, глава ангельских армий. Генерал Михаил — это Билл Хэммон, один из генералов моей армии святых». Синди Джейкобс пророчествовала мне незадолго до этого, что Бог сделал меня пятизвездочным генералом «А в армии Господа». Мы сели и начали говорить. Мы говорили о том, как мы победим в войне последних дней, как мы принесем Царство Божие на землю, как произойдет возвращение Иисуса. Я начал участвовать в общей войне. Я побывал в более чем 40 странах, участвуя в общей войне. Я видел невероятные перемены. Я пытаюсь поднять армию христиан. Последние 50 лет я пытаюсь собрать армию Господню и показать святым, как вести общую для всех войну. Вот уже полвека я занимаюсь этим. Мы знаем, как воевать отдельно, но не знаем, как воевать вместе. Недавно я говорил со своим другом, и он поведал мне, старые молитвы перестали работать. Мы должны перейти на новый уровень, и это должен быть уровень войны, ни много ни мало. Мы обучаем святых, чтобы они двигались в слове знания, в слове мудрости, в духе развлечения, в молитве, в возгласе хвалы, в танцах поклонения. Это как атомная бомба, которая уничтожает врага. Когда ты был молодым человеком и горел для Иисуса, мог ли ты представить, что снарядишь полмиллиона человек для того, чтобы двигаться в пророческом помазании? Господь доверил тебе столько людей. Я все еще молодой человек, мне всего лишь 87. Все относительно. В сравнении с Моисеем, ты молодой человек. Моисей начал свое служение в 80. Для него это был бы лишь седьмой год. Я не мог представить такого. Но когда я стал пастором маленькой церкви в 19 лет, я горел для Бога. Я закончил библейский колледж, я хотел быть Орелом Робертсом, но Бог отправил меня в маленькую церковь, в которой Он шесть лет формировал меня, прежде чем сформировать мое служение. Я женился и родил троих детей, но я понимал, что Бог призвал меня ради конкретной цели. В библейском колледже я ощутил призыв к пророческому служению. И с 1953 года по 1983 я не знал, что это была за цель вообще. Так было до 1983 года, пока Бог не показал, что призвал меня, дабы поднять пророков и апостолов. Он открыл мне, что я должен поднять пророков, которые приготовят путь к пришествию Господа, как Иоанн Креститель, который исполнил слова из книги Малахии, 4 глава, 5 и 6 стихи, став тем, кто подготовил путь к пришествию Мессии. И мы должны сделать то же самое. Но в этот раз Иисус придет как царь царей и Господь всех господствующих, чтобы явить свою славу на этой земле. Бог сказал, что ты воспроизводитель воспроизводителей. А что он имел в виду? В 1984 году, когда мне еще было 48, один пророк сказал мне, брат Хэммон, Бог показал мне, что через 5 лет у тебя начнется движение Божие, которое распространится по всему миру. А в 1988 родилось пророческое движение, которое распространилось по всему миру. Он сказал, Бог даст тебе особое помазание. Ты будешь воспроизводителем воспроизводителей. Насколько я понимал, люди сталкивались с проблемами воспроизведения, в росте. Мы начали обучать людей этому. Я написал несколько книг о пророческом движении. Мы начали обучать и снаряжать людей. Те люди, которых я обучал 40 лет назад, сейчас стали всемирно известными служителями, которые достигают великие вещи для Бога. Бог дал мне особое помазание для воспроизведения, помазание сынов Иссахаровых, так я это называю. Кстати, я очень хочу понять это. Так кто же такие сыновья Иссахаровы? Какая у них была способность? Все слышали о них, но никто не знает, о чем речь. Как говорится в первой книге про Липоменон, 12 глава, 32 стих, «Среди всех колен были воины, которые хотели сделать Давида царем». У Иссахара было 200 сыновей, которые знали Божье время и цели, и что народу нужно сделать, дабы выполнить волю Божию. Именно это является моим особым помазанием, времена и цели. В первой книге я говорю о восстановлении церкви. В следующих книгах я говорю о пророческом движении, затем об апостольском движении, и затем о движении святых людей. Сейчас мы переходим к Третьей реформации. Я готовлю людей к тому, чтобы они исполнили то, что Бог запланировал для нас в Третьей реформации. Доктор Билл, Бог дает себе одно откровение за другим о реформации. Что значит слово «реформация»? Реформация включает в себя движение восстановления, обновления и пробуждения. Бог избрал три реформации, чтобы достичь своих целей для церкви на этой земле. Всего три. А поведай, какие именно три. Первая реформация была нужна для того, чтобы родить церковь и распространить ее до краев земли. Для этого понадобилось 500 лет. Вторая реформация началась в 1517, когда Бог начал восстанавливать все, что было утрачено за темные века. У нас было девять движений восстановления. От протестантского движения до движения святых. Они вернули в церковь все истинные служения, которые были в первой реформации. Иисус сказал, «Я создам церковь свою. Не просто создам и оставлю до второго пришествия». Церковь здесь не просто так. Бог восстановил церковь. В 2008-м началась третья реформация. Она должна взять все истины, восстановленные во второй реформации, и явить Царство Божие и вывести всех святых на уровень сверхъестественного. И после этого мы начнем двигаться в этом сверхъестественном. Сказано, что эти знамения будут сопровождать нас, каждого из нас. Это касается не только суперзвезд. Да, не только апостолов. Это касается людей, внутри которых находится суперзвезда, Мессия. И это правда. Вы будете являть царством, ты говорил о последней реформации, которая уже, к слову, началась. Как о новом начале, входом в новую эру. А почему ты так считаешь? Потому что реформация меняет порядок согласно Божьей цели. Было три цели. Три реформации. Первая цель — родить церковь, распространить ее. Но после тысячи лет темных веков мы потеряли истины Нового Завета. Вторая реформация должна была восстановить все это, потому что церковь должна была выполнить свою цель. Я знаю, что люди говорят, словно Иисус может прийти в любой момент, но Деяние 3 глава, 21 стих, говорят, что Он не может вернуться пока, не будет восстановлено все, о чем Отец говорил со времен начала мира. Я могу сказать вам, когда вернется Иисус. Он вернется, когда исполнятся все пророчества. Если Он еще не пришел, это означает, что нам нужно исполнить другие вещи. Бог поднимает новое поколение, которое будет гореть и действовать в силе. Дьяволу еще не приходилось сталкиваться с такими огненными людьми. Я был в церкви Фениксе, штат Аризона. Там были молодые люди, которые буквально горели для Бога, и дьявол просто убегал от них. И это происходит не только в Фениксе, но и в любом городе Соединенных Штатов Америки. А также в каждой стране. Я вижу это постоянно. Дьявол, берегись. Как будет выглядеть эта новая эра? Что она означает для вас лично? Вы скоро об этом узнаете. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Ты говоришь, что каждый из нас активируется в сверхъестественном. Все, даже те, кто смотрит нас сейчас, вообще все, каждый верующий, каждый верующий. В Марка сказано, эти знамения будут сопровождать вас. Но обычные верующие даже не знают, что такое знамения. Это так. Вот почему их нужно наставить в сверхъестественном. Именно этим я и занимаюсь 40 лет. Я обучаю и активирую людей, чтобы они пользовались своими дарами, являли силу Божией. У всех нас есть право и привилегии исцелять больных, изгонять бесов. Я спрашиваю людей, скольких вы исцелили, скольких бесов вы изгнали. Бог поднимает такое поколение, которое будет делать то, что о них говорит Бог в Священном Писании. И они, эти люди, достигнут Божьих целей. Это придет. А знаешь, Билл, можем ли мы изменить весь мир? Конечно. Учитывая все то, что происходит в мире, конечно, у нас есть Божья власть на земле. Хорошо. Наши зрители говорят, «Господи, начни, пожалуйста, с меня. Что мне сделать? Что им сделать?» Они должны умереть для себя и ожить для Христа. Они должны стать теми, кем их хочет видеть Бог. Им нужно пройти обучение, чтобы активироваться в духовных дарах и силах. Есть люди, которые 40 лет ходят в церковь и не меняются. Они делают одно и то же. Мы же должны преображаться от славы к славе, от веры к вере. Все дети Божьи должны исцелять больных и изгонять бесов. Но они не знают, как. Точно так же мы проходим обучение для евангелизации, обучение для молитвы. Всем нужно обучение. Мои друзья не верили, что я могу обучать людей в пророческом. Но если я не буду делать этого, они будут бессильными. Не было ни единого человека, которого я не мог бы активировать в этом служении, в этом даре. Я хочу, чтобы ты описал мне, как будут выглядеть верующие последней реформации. Пожалуйста, опиши этих пламенных людей. Они же светильники. Верующие последней реформации будут верующими, которых не было впредь. Это будут люди, которые будут любить Иисуса, ненавидеть дьявола и являть силу Божию. Они будут так гореть для Бога, что дьявол с ними не справится. Он не сможет остановить их. Царство этого мира станет царством нашего Господа. Иисус желает вернуться. Он хочет этого уже две тысячи лет и ждет этого момента. Но это поколение исполнит все, что позволит царю царей вернуться назад. Так что не позволяйте дьяволу, людям, плоти, страху помешать вам. Вам нужно быть инструментом в Божьих руках в этот час. Именно вам. Ваша награда на небе будет зависеть от того, какую роль вы сыграли в Третьей реформации. Церковь готовится увидеть величайшее явление Божьей славы. Нас ждут чудеса и знамения. Придерживайтесь Церкви, Божьего народа и его, Божьих целей. И тогда Божье помазание обязательно сойдет на вас. А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что нам нужно отношение царства? У меня было несколько пророчеств о том, что Бог даст мне помазание халива. И когда мне исполнилось 85 лет, я сказал, я готов. Халив и Иисус Новин говорили, мы способны. Это невозможно. Это глупо. Мы не сможем. Не имеет значения, что мы думаем. Если Бог сказал, то мы это сделаем. Они сказали, мы способны. Бог поднимает способных людей, которые будут изгонять бесов, исцелять больных. Они поднимутся в духе и явят царство Божие. Мы готовимся к пробуждению. Пробуждение – это суверенное движение, которое захватывает всю страну. Оно приносит обличение и осознание Бога. У нас было три пробуждения, если посчитать их в целом. Но придет пробуждение, которое снесет людей, как волна. Бог принесет обличение, явит свою славу так, как никогда ранее. Исайя говорит нам, «Се, творю все новое». Все это будет новым. Это не восстановление. Это новый шаг в движении Божьих целей. У Бога будет поколение в конце времен, которое достигнет зрелости в Иисусе Христе, чтобы Бог закончил свои дела. Не забывайте, что у Бога еще есть предназначение для Церкви Своей на этой земле. Мы увидим это. Все истинные верующие, преданные Иисусу, будут действовать в это время во всех девяти дарах Святого Духа. Я правильно тебя понял? Ты отметил ключевую вещь. Преданные Иисусу. Теплые и сомневающиеся люди ничего не получат. А люди, жаждущие Бога, они обретут все. Мне уже 87 лет, и скоро будет 100, но я продолжаю проповедовать, пророчествовать, благовествовать, евангелизировать. Мы увидим Божьи дела. Каждый, кто посвятил себя Богу, получит эти дары. Вы хотите быть таким человеком? Давайте убедимся в том, что вы находитесь в их числе. Пожалуйста, повторите эту молитву вслух вместе со мной. Да, прямо сейчас. И вслух. Дорогой Бог, я хочу быть в числе тех, о ком говорит доктор Билл Хэммон. Я верю, что ты умер за мои грехи. Твоя кровь омыла их все. Я чист. И теперь, когда я чист, Иисус, приди и живи во мне. Я делаю тебя своим спасителем и своим Господом. Я хочу знать тебя. Я хочу исполнить все свое предназначение. Я хочу исполнить каждое слово, которое ты приготовил мне в книге жизни. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Смотрите в следующем выпуске. Вы жаждали встречи с Божьей славой? Опыта, в котором небо встречается с землей и вас разрывает на части от удивительного величия Божьего. Я Хрвоя Серовина и я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне на следующем выпуске этой программы. Бог призывает вас к новому опыту в его славе. Вы готовы сказать «да»? Присоединяйтесь к нам. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы.